Всем привет! Начинаем путешествие маленькое. Сделал я маленькую подборку по Дрездену. Дрезден это административный центр Саксонии, который находится на реке Эльве, 40 километрах от границы с Чехией. И мы туда добирались из Карлахвар. На автобусе есть такие студенческие линии. Я уже не помню, сколько стоит билет, но я помню, что это было очень комфортабельно и хорошо. Часа три доехать. Прекрасный автобус. В общем, добрались отлично. Ну, немножко о Дрездене. Я сделал подборку, чтобы смотрели. Вдруг кто-то не был, чтобы посмотрел, что такое Дрезден. Во-первых, там население где-то 530 тысяч человек. 530-600 человек. 530-600 тысяч человек. Это на 14-15 год. Центр города, исторический район Альтштадт, который расположен на левом берегу Эльвы. Красивый вид очень на Эльву, из города. Вот. В немецкой литературе Дрезден получил название Флоренции на Эльве. Действительно, очень красивый город. Очень много различных архитектурных таких строений, наверное. Ну, очень красиво. И что я тут нашел в интернете, что, оказывается, название Дрезден, название города Дрезден, как и часть городских районов имеет славянские корни. Ну, вот я глубоко не копался, но вот так написано в Википедии, которую я читал. В конце Второй мировой войны Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке. Вот. Надо сказать, что в феврале 45-го года центр города был полностью разрушен в результате бомбардировки английской и американской авиации. А в это время как раз в городе очень много было беженцев и детей, которые спасались от боевых действий. И говорят, что вот именно в результате этих авиационных налетов погибло от 25 до 30 тысяч. Так вот, немцы после войны собрали все разрушенные части разрушенных зданий, вывезли за город. После этого убрали полностью те места, где стояли вот эти вот какие-то достопримечательности. И в течение нескольких лет собирали буквально по кусочкам различные здания. Вот. Если ходить по городу, видно, что, допустим, стоит какой-то костюм, собор, он состоит из черных и белых камней. Так вот, черные – это старые камни, а белые – это уже новые камни, которые рассчитал компьютер для того, чтобы именно положить в такое место и чтобы полностью восстановить некие соборы и так далее. Просто потрясающе, конечно, люди. Надо же вот так они все сделали. Сейчас куст очень красивый. Ходишь, смотришь, просто отлично. Так, кстати, надо отметить, что восстановление центра заняло почти 40 лет. А вот огромное панно на стене. Оно называется «Шествие королей», которое сделал Вильгельм Вальтеров в XIX веке. Ну, это, конечно, шедевр искусства. И самое интересное, он не пострадал во время войны и наводнений. Потрясающе, конечно, огромное панно. Здесь изображены короли и князи из династии Витингеров, управлявшие Мейсеном и Саксонией. Я их перечислять не буду, но много здесь разных этих ребят. Ну, кроме них, в общем-то, кроме этих всех королей этой династии, конечно, и простые люди изображены, солдаты, ремесленники и, в общем, и так далее. До 2009 года Дрезденская долина, Эльба, входила в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А потом ее исключили только потому, что немцы построили новый мост через Эльбу, исторические части города. Но ЮНЕСКО ее исключило. Ну, самые основные собрания предметов искусства, это, конечно, Дрезденская галерея, Рожейная палата. Да и сам город очень красивый. Всем рекомендую, кто будет, вдруг будет такая возможность посетить этот город, посмотреть. Ну, вот какой-то почтовый ящик. Вот сейчас будет знаменитая церковь Фраункирхи. Вот именно она. Ну, вот такие же, как она, скажем, церкви по камешкам. Вот видите, темные там камни такие. Они были вывезены за пределы города, размечена территория, на которой они стояли. После этого на компьютере были сделаны дубликаты камней и уже вот реставрировали, грубо говоря, вот такие соборы и церкви. Ну, это просто народ гуляет. Очень много туристов в городе. Действительно так. Много гаштетов, то есть много пивных, где можно выпить пиво и съесть сосиску. Ну, действительно, но это же Германия. А как же можно в Германии без пива, без сосисок? Такого быть не может. Вот. Ну, вот это вид на город, на старый город, на новый город. Вот. Люди гуляют. Рядом медленно протекает Эльба. Ну, вот. Ну, просто все хорошо, все красиво. Все так размеренно. Вообще, Германию очень люблю, потому что там по-честному все. Вот. Ну, это мое личное мнение, конечно. Конечно, появляется, точнее, не появляется, есть люди, которые, ну, настоящие немцы. А у настоящих немцев все по-честному, все правильно. Сдачу тебе сдают, улыбаются. Уж если есть, то есть. Если уж порция еды, так уж порция еды. До каждого пивеннинга тебе дадут сдачу. Скажут, куда пройти, направление. Я немецкий не знаю, стараюсь на английском говорить. Ну, в общем, доброжелательные люди, действительно. Ну, вот мне попадались, так я не знаю. Может быть, это не так. Вот. Дрезден мне понравился. Я с удовольствием бы смотал себе еще раз туда. Вот. Хороший город. Дрезденская галерея. Ну, по ним очень много времени надо, чтобы ходить для того, чтобы все увидеть. Ну, как наш Эрмитаж, понимаешь. Вот. Понравился мне так. Хороший город. Всем рекомендую туда. В общем, поехать, если будет возможность такая. Очень понравились мне студенческие линии. Это пражская такая компания автобусная. Платишь деньги, садишься в шикарный, комфортабельный автобус и едешь. Ну, можно путешествовать по Числовакии. Она доезжает до Дрездена. Потом очень много маршрутов. Ну, и действительно очень хорошо, очень красиво. Удобные, удобные автобусные линии. Я надеюсь, что скоро у нас будут такие. Ну, у нас тоже есть такой Люкс Эспресс. Хорошая компания. В Таллинн можно и спить, и распотаться. Вот. Ну, надо время, конечно. Все будет хорошо у нас. Надо только немножко подождать. Ну, вот, посмотрите еще раз уже новый Дрезден. Вот я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok